Раньше, наверное, был, его ждал как-то, сейчас уже не так, но все равно, главное, как человек себя ощущает, на какой возраст. Я бы так сказал, что я ощущаю не уже мне 50, а всего лишь 50, грубо говоря, поэтому на 50 лет я себя не чувствую, не ощущаю. Как праздновать? Ну, на сборах, как обычно, из года в год уже на протяжении, наверное, сейчас посчитать, наверное, 30, наверное, все больше лет. Мое дождение попадает все время на сборы, поэтому подарят опять шарф, раньше дарили вымпел, вымпела с автографами, сейчас шарф, маечку, наверное, как обычно. Ну, я бы не сказал, чтобы поддерживать себя в физической форме, поэтому я, может быть, не так, как многие, там, тот же Олег Алексеевич, там, тренажером занимается, постоянно ходит. Для меня, может быть, я в свое время перебегал и перезанимался в тренажерах, когда играл, когда еще был футболистом. Поэтому мне этого хватило, и сейчас так, чтобы специально заниматься этим, я не люблю играть, не хожу никуда, не играю в футбол, потому что я все, видимо, я уже наигрался. Наигрался. У меня было переключение, когда я только закончил играть в футбол, у меня был, я ходил в хоккей, играл с ребятами. Играл года два, наверное, три, постоянно мы ходили. Ну, когда же опять я вошел в тренажерский штаб Локомотива, и стало меньше свободного времени, поэтому сейчас уже года, наверное, два, наверное, не катался. Хотя последний раз катался вот на Локомотиве, когда открывали, после чемпионата каток, там мы играли. А потому что я же вырос в Кургане, и у нас зима-зима, как говорится, за Урали, и зимой у нас были только залы гонбольные, где мы играли мини-футбол, грубо говоря. Ну, и в детстве ты все время проводишь в дворе, в каждом дворе были коробки хоккейные, и там с клюшками бегали, катались зимой. Поэтому как-то я хоккеей занимался, начал заниматься хоккеем, и, ну, тоже лет пять, наверное, занимался хоккеем. Ну, как-то все равно стараешься поддерживать форму. Ну, хочется, все равно хочется. Хочется поиграть, хочется побить, но себя сдерживаешь в чем-то. Хочется тоже ребят поддержать, мы с Артемом и Дзюгом, Дзюгом все время у нас ведет спор. Пока я проигрывал ему, но это было случайно, надо его стимулировать. Да я только за, дай Бог, только поддерживать. Никаких не зависти, ничего нет, только всегда был поддержать. И главное, чтобы вам хватило здоровья для этого и желания. Ну, сначала было непривычно, я понял одно, что играть легче, чем переживать, сидеть на лавочке. И ты все равно проживаешь игру, как бы ты поступил в данной ситуации, в данный момент, в данном эпизоде. И начинаешь много анализировать, почему игрок сыграл именно так, а не как бы я бы сыграл. У нас хорошая обстановка, хороший контакт. У многих ребят, которые сейчас пришли в данный момент, молодежь пятого года рождения, они все прошли, я их знаю еще с набора «Локомотив», потому что они с моим сыном с первого набора. Тоже Батраков, Алексей Фраталь, у нас Дмитров, да. Я с ними и на турнире из ЛКО закончил, поэтому я их знаю давно, поэтому у нас хорошие. Весь пятый год я так больше с ними контактировал, вне команды основной. А те, кто спонтаж, ветерана, ловит на танцы, тот же Дюба? Дюба, да. Дюба как никто, потому что он, я так думаю, того еще поколения. Всегда навы, всегда многим нужно поучиться у него. Я бы сказал, что требовательный для них. Это, опять же, игровая дисциплина. Все зависит от футболиста. И когда игроки выполняют игровую дисциплину, установку тренера, тогда команда добивается больших результатов и выигрывает. Как правильно говорят, дисциплина бьет класс. Он воспитанник «Локомотива». Он с академии пришел в эту команду. Это его команда. И он делает все, он капитан. И на поле доказывает, и вне поле, что он лидер. Я только поддерживаю. Зачем что-то искать в данной ситуации? Тем более, то, что происходит сейчас в мире, то, что он… Я только поддержу и только скажу, за что он здесь. И ему надо… Ну, это, как сказать, это его. Он здесь начал свою футбольную карьеру. Я думаю, что ему надо продолжать здесь. Конечно, ему сейчас хотелось бы поехать в Европу, но еще раз говорю, с этой ситуацией, которая сейчас… Тяжело уехать нашим футболистам в Европу, в хороший клуб. Это не их вина. Поэтому… Ну, я только за что он здесь. Я даже не знаю, где мои трофеи, так сказать. А какие трофеи? Медальку подали, повесили. Трофеи все в музее «Локомотива». Кубки, чемпионские кубки, кубки России. Они все там. Дома только медаль и грамота. Ну, памятное, наверное, это первое чемпионство в 2004 год. Еще раз повторю то, что к этому чемпионству клуб очень долго шел. Шли наши руководители. Тренер Юрий Павлович, Валерий Николаевич Филатов. Все… Тоже Егорыч, Гришин. Все… Ну, сейчас кого-то… Ну, не назову обидеться. Это неправильно. Но тогда все к этому титулу очень долго шли. Большим… Был большой путь проделан. Когда ты, как сказать, залез на вершину, кубок подняли. Ну, там есть много фотографий, где эмоции уже… Особенно после финального свистка там и Сюрия Павловича. Мы эмоции выпустили наружу, как расслабились. И… Думаю, ничего зорного там нет. Ну, вот и, наверное, скажем, 2004 год чемпионство. 2004-й уже не так. Уже как должное принимали, потому что мы знали, что мы можем, мы должны побеждать. Ну, и, конечно, 2018-й год, опять же, чемпионство, которое уже как в качестве тренера, помощника Юрия Павловича, опять же, клуб долгое время не мог. Его лихорадило. И в 2018-й год Юрий Павлович вернулся. Он в 2016-м, но потребовалось, грубо говоря, два года, чтобы опять туда подняться на вершину. Я не люблю смотреть матчи. Сейчас, в данный момент, бывает, показывают, там, на Матч ТВ или Матч Премьер, бывают, там, 2002-й год показывают матчи, «Ретро», там, «Россия». Вот там интересно. Смотришь, думаешь, как же мы это… Вот недавно смотрел, играли в Волгограде, по-моему, 2002-й год уже. Выиграли 1-0. Забил… Лихета, по-моему, забил. Интересно, смотришь, анализируешь, как раньше играли. Как сейчас. Отличия? Ну, конечно, отличие большое. Большое отличие в том, что динамика. Конечно, футбол стал более… Более такой, ну, скоростной, так сказать. Ну, я не считаю себя легендой клуба. Поэтому я спокойно, когда вношусь, я не люблю вот… Как-то таких… Когда начинают на этом застрять внимание. Я выполнял всю работу, мне нравилось. Я в этом клубе стал футболистом. Добился всего того, что… Ну, выиграл все, все трофеи, которые есть, грубо говоря, в нашем чемпионате. Выиграл Кубок России, Суперкубок, чемпионство, второе, третье место. Ну, все, которые есть. Все. Выиграл здесь. И это благодаря… Еще раз скажу, благодаря команде. Благодаря ребятам, с кем мы играли. Ключом к ключу. Бывает, когда начинают просить автографы. Да, я стараюсь не отказывать. Ну, это приятно. Я бы хотел позвать болельщиков на стадион, чтобы они приходили. Потому что там не хватает их поддержки на трибуне. Чтобы зарыли топоры войны и пришли болеть, поддерживать нас. Ну, и свободное время дома либо… Либо выехать на природу. На охоту, на рыбалку, когда выходные дни. Особенно, когда летний отпуск. Стараюсь выбираться на рыбалку. Тоже в семье моя есть. Хорошо, всем нравится. Все тоже ловят. Все тоже ездят на рыбалку. На охоту еще, правда, нет. Не было. Больше отдых. Больше отдых и общение с друзьями. И с природой. Охота, она подразумевает под собой не просто там добыть зверя, а сам процесс. Я люблю охоту зимой особенно. Зимой люблю охоту загонную. Когда у тебя есть время, когда ты становишься на мира, стоишь, ждешь. Еще неизвестно, зверь на тебя выйдет или на тебя. И в этой тишине слушать лес, стоять. Ну, в этом что-то есть. Мне это нравится. Особенно фильмы. Что связано с детьми, грубо говоря. Такие фильмы, когда идут в тяжелую сцену. Ну, главное, что у него есть голова. Голова, футбольная голова именно в этом. Да, ему было тяжело все это время, потому что он декабрьский. Поэтому он чуть... Ребята, кто... Сейчас они уже более-таки крепкие. Ну, еще все впереди у него. И главное, чтобы у него было желание. В первую очередь все зависит от него. От его желания. Ну, я думаю, что да. Но он никогда не показывает. И я стараюсь никогда... Тоже... Не показывать, что он... Что он там участвовал в медиафутболе? Ему нравится, но он с ребятами познакомился еще, когда они начинали только с блоков, видеоблоков. Когда никогда не было у них команды. То дрот цвет. Поэтому он с ними там уже... Мне он до сих пор нравится, ему это не запрещает, но... То, что можно, он... Общение происходит у них. А что нужно для счастья? Семья, дети. Чтобы были живые родители. Все. Ну, через пять лет встретимся. И тогда поговорим. Что-то изменилось или нет. А сейчас загадывать. Зачем? Мы же не мессингли как.